здравствуйте сегодня погода такая что видимо день будет посвящен неприятным сообщений но кто-то должен это сделать и давайте это буду я про мариуполь 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 давайте я расскажу про мариуполь все крития военной помощи мариуполю а деблокаде исходят из людей которые либо не понимают военной обстановке в силу того что они обычные нормальные люди и не могут знать военных для нас либо людей которые очень хорошо понимают военную обстановку но занимаются чистыми спекуляциями еще раз ближайшие подразделения вооруженных сил украины ведут тяжелейшие бои северные волновых на них наступают превосходящие силы противника и ни о каком там деблокаде мариуполя речи не может идти им бы самим там отбиться второе другие части находятся за 100 120 150 километров от мариуполя и от них мало то что надо преодолеть оборону противника еще там где они находятся допустим они пробили хотя откуда взять эти резервы чтобы не пробили перешли наступление они сами там держат оборону против превосходящих сил и пошли в сторону мариуполя они не пройдут больше 120 километров голой степи под ударами авиации с крыма и ростовской области у которых очень короткое плечо для нанесения удара возвращение с пополнения снова нанесение удара ни одна армия мира даже американского этих условиях не пройдет теми силами которые у нас есть в распоряжении к сожалению третье там построена очень мощная противовоздушная оборона противника и авиационная опять же из крыма и наземную более того были попытки оказать воздушную поддержку и они мягко скажем не увенчались успехом мариуполь поэтому военного решения в настоящий момент по мариуполю нет можете сколько угодно затягивать меня офис президента лично президента и так далее этого решения нет это мнение не только на то мнение военном что есть в настоящий момент в настоящий момент есть политико-дипломатический путь регулировать ситуация вокруг мариуполя прежде всего гуманитарный катастроф пожалуйста давайте вот усвоите очень простую мысль у нас у всех здесь в офисе есть друзья и родные в мариуполе в частности у меня в частности много часть из них держит дерево в сооруженных руках часть из них гражданские люди которые пострадали и страдают не меньше чем все остальные мариупольцы офис президента наиболее информированный орган страны президент наиболее информированный человек в стране больше 10 суток назад он сказал что мариуполь для него тема номер один и занялся решением этой проблемы на высшем международном уровне главы церкви лидеры ведущих государств мира главы международных гуманитарных организаций самого высокого все вместе решают проблему мариуполя и удалось сдвинуть ситуацию до того что российские войска открыли коридор на выезд из мариуполя к сожалению они не пустили гуманитарная помощь в сам мариуполь но дали возможность выезжать гражданам из мариуполя жителям мариуполя и по нашим данным больше 40 тысяч уже покинула мариуполь а дальше вице-премьер ирина верещук лично занимается тем что обеспечивает им передвижение по маршруту мариуполь мангуш бердянск запорожье и дальше им оказывают помощь в запорожье распределяют по остальной территории украины курируется это на централизованном государственном уровне и еще одна вещь очень нужно понять важно это психологическая важная вещь первая война это двусторонний процесс и на ситуацию воздействует и мы и противник не всегда прописью не всегда все зависит от нас и эту мысль нужно усвоить нужно просыпаться нужно становиться взрослыми понимаете вот эти я понимаю эмоциональную составляющую но вы же может тоже поймите психологическую когда вы выписываете все это выкрикиваете нам в лицо это означает только одну простую вещь вы эмоционально разгрузились сделали психологический перенос нашли виноватых но ничего практического за этими сливами не стоит не ждите практического ответа на эмоциональные выбросы как человек который много лет занимается психологии консультирует я прекрасно знаю что такое перенос я прекрасно знаю что от любви до ненависти один шаг и вот уже в глазах очень многих людей мы становимся виноватыми плохими там и так далее и так далее это нормально не нормально только одно когда вы ждете от этого практических действий потому что нам для того чтобы действовать в отношении мариуполя не нужно не нужно дождаться ваших переносов и ваших обвинений нас я обращаюсь к тем кто обвиняет потому что очень многие люди поддерживают даже большая часть людей поддерживает и понимает ситуацию но есть группа который не поддерживает не понимает обвиняет и вот персонально вам оказываю психологическую консультацию которая заключается в том в разъяснении реального положения вещей военное решение в настоящий момент невозможно политик политика дипломатическая каждый день занимаемся эвакуация уже началась война двусторонний процесс не все зависит от нас и даже от всех тех мировых лидеров которых мы успели в этот процесс призвать на поверьте они пытаются воздействовать тоже из всех сил потому что нет ни одного лидера который мог бы спокойно смотреть на то что россияне творят с мариуполя силы обороны мариуполя военные нацгвардия азов полиция и многие многие другие которые там находятся ведут успешную оборону мариуполя насколько это возможно в этих ситуациях в мировой истории полно примеров когда вооруженные силы удерживали оборону и в более безнадежной ситуации с более превосходящими силами противника месяца и выдерживали успешно проблема мариуполя не столько военная хотя она тоже есть проблема мариуполя это геноцид и мы желаем piga ф bona квикацию которому дал международный верховный международный суд о квалифицировав обвинение российской федерации по делу россии украина против россии именно хоть генн останов기는 занимаются там российские войска мы об этом говорим на каждой площадке я говорю несколько несколько раз в сутки об этом их усилия не будут прекращены мариуполь мы не сдадим прописью мариуполь мы не сдадим мариуполь мы не сдадим все Но взрослость психологическая, напоминаю, это психологическая консультация, заключается в том, чтобы принять реальность так, как она есть. Успех в борьбе, способность противостоять противнику, способность к адекватным решениям и действиям, способность выдерживать давление, все начинается от контакта с реальностью. Более того, лидер и должен обеспечить контакт с реальностью. Так вот президент прекрасно имеет контакт с реальностью и прекрасно понимает, что происходит. Напомню, он самый информированный человек в стране. А те люди, которые кричат по недомыслию, либо по политическим причинам, они либо не понимают, что простительно, либо, если используют в политических причинах слово «Мариуполь», совершают ничуть не меньшую часть информационной работы в отношении Мариуполя, чем это делает Россия. Прикрывая заботы о соотечественниках и так далее, взрослые, зрелые люди, понимающие реальную военную обстановку, сцепили бы зубы. И, внятно бы, разъясняли на своем уровне, почему невозможно сейчас оказание военной помощи. Да, на войне бывают окружения, представляете? Да, на войне противник может сосредоточить силы и получить частный успех. Так у нас полтерритории страны захвачена Российская армия сейчас. И руководство страны работает, чтобы выбить их оттуда. И военно, путем и дипломатическим. Да, на войне бывают трагедии. Да, бывают окруженные города. Представляете? Гибель мирных жителей тоже бывает. Это страшно. Но тут вариант. Либо вы будете отсюда бегать в слив или в политику из принятия этой реальности, либо найдете в себе мужество встретиться с этой реальностью. Так вот, эта лестница, она движется вниз. Если вы сломаетесь эмоционально и примете решение на нытье и перенос, я уже не говорю про политические дрязги, вы поедете вниз. Вы в глазах других будете выглядеть паникерами и нытиками. Вы, в конце концов, будете выглядеть в своих глазах паникерами, нытиками и спекулянтами. Это очень плохой путь, потому что я очень четко вам говорил, еще раз повторюсь, когда у тебя есть волевой конфликт, на тебя воздействуют, и ты должен что-то противопоставить. И человек разрушается тогда, когда из двух версий реальности, которые ему предлагают, власть сдала Мариуполь, или власть заботится о Мариуполе, выбирают черную версию. Черная версия, и ты начинаешь разрушаться. Не те, про кого ты подумал, плохо начинают разрушаться, а ты начинаешь разрушаться. Так работает этот мир, и так работает эта психология. Когда вы выбираете черного волка вместо белого, когда вы выбираете черные версии, Когда вы сливаетесь в крики, шум, гамбе, обвинения и истерику, вы разрушаете себя, не нас. Разрушая себя, вы не помогаете мариупольцам, вы ухудшаете их положение, вы кидывая в публичное пространство всю эту панику. Ради этой паники сносят дома в Мариуполе, ради этой паники уничтожают мирных жителей, ради вашей истерики уничтожают мирных жителей. Для того, чтобы вы орали, кричали, все пропало и обвиняли власть. Потому что главной целью информационно-психологических операций является разрыв доверия между населением, вооруженными силами и руководством страны. И вы работаете на эту цель. Кто не по домыслию, а кто по злому и очень хорошо понятному умыслу, прекращайте это. Тем, кто психологически незрелый и прогнулся, а трудно, конечно, не прогнуться перед лицом ужасов, которые мы все наблюдаем, детей, гибнущих в подвалах от обезвоживания, от ранений и так далее, трудно не прогнуться, но надо уметь стоять здесь. Потому что только научившись стоять, мы сможем пойти вперед. Тем простительно, но тем, кто спекулирует, ребятки, вы помните, что война ничего не спешит. Все записывается в великую книгу. Все будет учтено и сметено могучим ураганом. А Мариуполь мы не бросим. А Мариуполь работает сейчас не только украинская власть и верховная главная команда, но и весь свободный мир, который не допустит продолжение этого ужаса, или, по крайней мере, сделает все, чтобы его не допустить. Слава Украине! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!